Вакцинация продолжается. Как себя чувствуют те, кто уже сделал прививку от COVID-19? ПЦР-тесты и дополнительная страховка. В какие зарубежные страны могут отправиться самарцы и какие процедуры нужно пройти? Новое слово в освоении космоса. Как и для чего самарские ученые исследуют верхние слои атмосферы Солнца? Территориальному общественному самоуправлению необходимо дать больше возможностей для решения вопросов местного значения. Сегодня примеры эффективной работы и проблемные вопросы обсуждались на расширенном заседании Совета ТОС при губернаторе Самарской области. При участии общественников реализуются масштабные программы благоустройства и создания комфортных условий в городах и селах. Но важно, чтобы в итоге местные власти выстроили более четкую систему взаимодействия с общественными активистами. Олег Зверев тоже выслушал мнение. Все для спорта и активного досуга. Площадка «Новый рубеж» в Куйбышевском районе Самары обустроена по проекту «Содействие». Жители поселка Рубежный собрали 10% от стоимости работ. В общей сложности это 800 тысяч рублей. Остальное профинансировано из бюджета. Работы шли два года, зато теперь для 3000 самарцев есть любимое место для отдыха на любой возраст. Оборудовали площадку с резиновым покрытием для детей от 3 до 14 лет. Установили яркий детский комплекс «Замок», а также качели, качалки, обучающий тренажер буквоед, горку для малышей. Оборудовали площадку под навесом для подростков со спортивными тренажерами и воркают-комплексом. Обустроили пешеходные дорожки для прогулок, установили лавочки и урны. А также построили футбольное поле 40 на 20 метров с искусственной травой. В Самарской области немало таких примеров, когда благодаря активности местных жителей удается создать комфортные условия как во дворах, так и на общественных территориях. Сегодня роль ТОСов обсуждали на расширенном заседании Совета по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Самарской области. К общению в формате видеоконференции смогли подключиться все муниципалитеты региона. Важно, чтобы активисты знали, что теперь их поддержка становится более основательной. Создан проектный центр ТОС, задача которого – содействовать в разрешении всех вопросов. У нас работают и советы микрорайонов успешно, у нас управляющие микрорайоны есть, которые в постоянном контакте с жителями на территории. Коллеги, мы должны определить необходимый и достаточный для данной территории инструментарий взаимодействия с людьми, с гражданским обществом. По решению тех вопросов, которые стоят перед нами. Большие возможности для благоустройства открывает фонд президентских грантов. Для тех, кто готов активно работать ради реализации самых смелых инициатив, продляется и региональный проект содействия. На его финансирование выделяется четверть миллиарда рублей. Но многое зависит и от позиции руководства муниципалитетов. Дело спорится в тех районах, где главы способствуют работе ТОСов. Губернатор призвал активистов больше внимания обращать на проблемы. В частности, прозвучал вопрос о транспортном сообщении в Красноглинском районе. Сегодня многое уже сделано, чтобы исправить ситуацию. Автобусы стали ходить чаще, на маршруты подаются машины повышенной вместимости. Максимально насытили эти маршруты все общественным транспортом. Сейчас у нас там уходят автобусы большой вместимости. И основная проблема, конечно, это не то, что не выдерживается интервал. Это связано прежде всего не с выпуском общественного транспорта, а с дорожной ситуацией либо аварии, либо затору, либо пробки. Такие жалобы поступают, но в разы реже, чем это было раньше. Самарская область была одной из первых в стране, где создавалось территориальное общественное самоуправление. Развитию системы большое значение придается и на уровне высшего руководства страны. Сегодня важно эффективно использовать механизмы, отработанные годами. Совет при губернаторе – и это и есть та площадка, где можно решать любые вопросы. Готовьте новые вопросы, готовьте новые предложения. Самым внимательным образом будем их исследовать. Пожалуйста, постречайтесь с людьми, расскажите тех проблемных вопросов, которые мы сегодня подняли. А уже очередное, ближайшее заседание совета пройдет в еще более расширенном составе. К участию в видеоконференции приглашают председателей домов, управляющих микрорайонами, всех, кому не безразлично будущее своего дома, своей улицы, своей страны. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Администрация Самары продолжает работу с управляющими организациями ТСЖ по вопросу очистки от снега скатных кровель многоквартирных домов. Наиболее сложные ситуации, по информации городской административно-технической инспекции по благоустройству, сейчас в Самарском и Кировском районах города, где большое количество скатных кровель и старых домов. Проблемы, в первую очередь, возникают на кровле, где счистить снег полностью невозможно из-за их ветхости. На таких объектах снег и налить убирают по периметру. Кроме того, многие управляющие организации расчищают кровли несвоевременно. Это обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Первый заместитель главы города Владимир Василенко призвал представителей управляющей компании ТСЖ как можно раньше решить вопросы со снегом и сосульками по проблемным адресам. Так как, по прогнозам синоптиков, холода надолго не задержится, придет потепление и снег начнет падать с крыш. Если вот есть оторванные так называемые частники, которые не понимают, что это связано с безопасностью людей, тогда применяйте всю силу административного ресурса и весь разговор. Проводы русской зимы в Самаре пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Масленичная неделя в этом году начнется 8 марта и продлится до 14 числа. Предварительный план проведения праздника обсудили на совещании в мэрии. На площади Куйбышева появятся различные фотозоны. Также установят большой экран, на котором будут транслировать выступления творческих коллективов. Горожане смогут полакомиться блинами, выпить горячий чай и приобрести сувениры. Обеспечивать безопасность людей будут полицейские. Также будут дежурить медики. Планируется, что проводы зимы пройдут во всех районах города с учетом особых рекомендаций Роспотребнадзора и МЧС. Все рекомендации присутствующих структур сейчас сформулируем и направлено в районы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 43 тысячи 10 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 239 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 39 тысяч 582 пациента. В регионе продолжается прививочная кампания. Самарские поликлиники получили еще свыше 20 тысяч доз вакцины. Как записаться на прививку – в нашем сюжете. Виталий Купаев преподает в Самарском медуниверситете и работает врачом в поликлинике. В течение дня общается с большим количеством людей. Рассказывает, как только появилась возможность – записался на вакцинацию. Уверен, прививка от коронавируса защитит не только его, но и его студентов и пациентов. Сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции, так как я все-таки в первую очередь преподаватель и врач, и еще профессор. В Самарскую область поступила очередная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Более 20 тысяч доз. Она уже доставлена в поликлиники. В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных органов, работников сферы услуг. Но сделать прививку может любой желающий. Люди все отнеслись с пониманием, идут все с удовольствием прививаться. Осложнений у нас никаких не было. Прививаем последние. В зависимости от вакцины, сколько нам поставляют вакцины, делаем по 90, по 70 вакцинации в день проводятся. Люди просто очень активно идут, идут, идут и записываются. И несут целые списки, учреждения, организации. У нас вот такая вот стопка списков. Записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 или позвонив в поликлинику по месту жительства. Также можно оставить заявку на портале госуслуг. Там создан специальный раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии электронного расписания можно записаться на вакцинацию. И как только препарат поступит в поликлинику, желающие будут приглашены на процедуру. Всего в регионе привито более 43 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию свыше 6,5 тысяч. Виктория Шаре. События. В школах Самарской области планируют контролировать рост заболеваемости не только ОРВИ-гриппом, но и новой коронавирусной инфекцией. С такой инициативой выступили представители регионального Роспотребнадзора. Исследования на COVID будут проводить среди детей от 6 до 17 лет в образовательных учреждениях губернии. Брать анализы у школьников будут представители медицинских организаций после получения согласия родителей. Далее нас ожидает блок экономических новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что сегодня интересного в новостях экономики? Удивляет стоимость биткоина. Впервые в истории стоимость этой криптовалюты превысила 48 тысяч долларов. О причинах взлета расскажу позже. Ну а сначала о том, куда предлагают потратить материнский капитал. Средства материнского капитала предлагают инвестировать во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или выпущенные госкомпаниями. При этом нельзя будет вложить деньги в облигации и вскоре вывести средства, продав бумаги. На руки семья будет получать процентный доход. В Минэкономразвитии заявили, что в скором времени будут сформулированы предложения, как не только сохранить, но и приумножить средства маткапитала. В свою очередь, Банк России предлагает инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. Отмена программы льготной ипотеки под 6,5%, которая действует в России с прошлого года и должна завершиться в июле, спровоцирует рост цен на жилье, считают эксперты. Экономисты советуют не отказываться от льготной ипотеки, а возобновлять кредитование производственного сектора, что создаст новые рабочие места. В Институте современного развития отмечают, что компании, которые строят новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены, а ипотека хоть льготная, но есть риск для граждан попасть в долговую ловушку. А тем временем бизнес просит вернуть право гражданам СНГ въезжать в Россию для работы на стройплощадках. Почти 50% застройщиков ощутили нехватку рабочих рук. После остановки стройка в апреле прошлого года многие мигранты уехали домой. И пока в соответствии с распоряжением правительства иностранцы не могут въезжать в Россию. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 48 тысяч долларов на торгах. Это связано с тем, что производитель электромобилей Тесла сообщила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Компания заявила, что в ближайшем будущем начнет принимать криптовалюту как средство оплаты. С начала года биткоин взлетел уже в третий раз. Сейчас биткоин оценивают в 46 тысяч долларов. Официальный курс американской валюты – 74,12 рубля. Доллар потерял 14 копеек. Евро – 89,53 рубля. Европейская валюта прибавила 13 копеек. Нефть марки Brent тоже растет в цене за баррель. 9 февраля дают 60,50 долларов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Африканский остров Зензибар, Турция и Мальдивы стали самыми популярными направлениями зимнего отдыха у самарцев. Об этом рассказывают представители туристических компаний. Если в предыдущие годы январь и февраль были провальными по бронированию, то в 2021 году интерес жителей к путешествиям возрос. И хотя большинство стран для туристов закрыты из-за пандемии, самарцы все же находят удобные варианты. Куда и почему летят, какие процедуры необходимо пройти перед вылетом за рубеж, узнала Светлана Кудрявцева. Вячеслав Яблоков – заядлый путешественник. В этом году, как и многие, оказался ограничен в выборе направлений для отдыха. У меня там есть открытая длинная шенгенская виза на 5 лет. То есть Европа вся в локдауне. Я общаюсь со знакомыми, которые живут во Франции, Великобритании, вплоть до комендантского часа, действующего во Франции на текущий момент. Мне отрекомендовали Кубу, но сказали, что велик шанс, примерно 25 человек с каждого рейса на основе тестов, которые проводят сейчас на Кубе, вместо пятизвездочного отеля, отправляют в резервацию для подтвержденных заболеванием ковида. В итоге выбор пал на африканскую Танзанию. Остров Занзибар в этом году открыли для себя многие россияне, поскольку туда не требуются результаты теста на коронавирус. И хотя уровень сервиса там далек от европейского и нет системы all-inclusive, как в странах Карибского бассейна, насладиться можно экзотической природой, рассказывает Вячеслав. В сафари слониха, которая проходит в двух метрах от машины, и хоботом подталкивает слоненка, чтобы тот мог зайти на пригород. Это животные в естественной среде, которых ты наблюдаешь, слоны, тигры. Я в первый раз в жизни, оказывается, видел жирафов. Я думал, что они большие, но я не представлял, что настолько. Африканский Занзибар этой зимой оказался в топе зарубежных поездок самарцев, поскольку туда появились прямые вылеты, не требуются визы и ПЦР-тесты, рассказывают туроператоры. Можно назвать Занзибар, как ни странно, но базовым направлением. Также на новогодние праздники из Самары были прямые рейсы в Анталию. Также из Самары был рейс в Стамбул, что тоже нас очень радовало. Были достаточно хорошие программы, но потом были введены ограничения и обязательный ПЦР-тест. То есть до этого Турция тоже нас принимала без каких-либо тестов и виз. И, к сожалению, на период января-февраля данную программу сняли. Мы очень ждем опять ее открытия в марте. Очень ждут открытия чартеров и в Грецию. В этот понедельник Россия возобновила с ней авиасообщение, но улететь можно регулярными рейсами из Москвы, как и в Сингапур. Кипр анонсировал, что будет принимать туристов с 1 марта. Рейсы из Самары уже выставлены с 25 апреля. Также туроператоры ждут чартеры в Объединенные Арабские Эмираты. Туда есть пока только регулярные рейсы из Самары. В УАЭ принимают с отрицательным результатом ПЦР-теста, который повторяют в аэропорту Дубая. Поэтому для путешествия в Эмираты и другие страны, куда требуют результаты теста, необходимо оформить страховку, рассказывают в турфирмах, поскольку в связи с пандемией риски серьезно возросли. Сейчас турагенты, те, которые остались, очень переживают за это. И без страховки дополнительной, которая дополнительно к туру идет от ковида, от невыезда, если они не покрывают этот момент, то я не рискую отправлять без данной страховки. Очень сложно работать в этом году. Почему? Потому что все, что ставятся в вылеты, они постоянно меняются. Или вообще отменяются. Люди бронируют, потом перебронируют. Более того, есть некоторые моменты, когда туроператоры отправляют уже туристов, и только в самолете известно, что у них будет возврат не в этот город. Фактически потеряли самарцы в этот сезон традиционные зимние направления – Таиланд, Индию, Гуа, Вьетнам. Зато те, кто мог себе позволить, отправились на Мальдивы, вылеты только из Москвы. При этом туроператоры отмечают, что цены на отдых выросли на 15-20%. Сейчас идут акции раннего бронирования, поэтому еще можно успеть выбрать тур по небольшой стоимости, поскольку ближе к лету цены снова пойдут вверх. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. Продолжая традиции. В этом году Россия отмечает важную дату – 60-летие первого полета человека в космос. В этот год мы не только вспоминаем славные события прошлого, но и говорим о современных разработках молодых ученых, которые продолжают осваивать космос сегодня. Например, специалисты Самарского университета имени Королева получили грант на исследование верхних слоев атмосферы Солнца. В тему погрузился Михаил Ермоленко. Аспирант Самарского университета имени Королева Сергей Белов естественными науками интересуется с детства. Больше всего любит физику и математику, поэтому выбрал соответствующее направление в ВУЗе. Сегодня Сергей уже научный сотрудник, изучает верхние слои атмосферы Солнца. Наша группа занимается изучением влияния радиационного охлаждения и процессов нагрева плазмы на динамику волн, распространяющихся в верхних слоях солнечной атмосферы. Подобное исследование может найти свое применение в корональной сейсмологии, области науки о Солнце, целью которой является определение параметров солнечной короны по свойствам наблюдаемых волн. По словам молодого специалиста, знание о волновой динамике в солнечной атмосфере позволит эффективнее прогнозировать погоду и солнечные вспышки, которые активно влияют на работу наземной и космической техники. Исследования научной группы самарских ученых также внесут вклад в решение проблемы нагрева солнечной короны самого разряженного и горячего слоя атмосферы Солнца. Этим направлением российская наука занимается на протяжении 70 лет. Что касается меня, то большая часть своей деятельности я занимаюсь альфиновскими волнами. Эти волны похожи на колебания натянутой струны. И это выглядит примерно вот так вот. Только с той разницей, что вместо струны здесь находится высокотемпературная плазма, сдерживая магнитным полем. Для Сергея исследовательская работа — это не только умозрительное открытие, но и освоение реального мира. Благодаря науке молодой ученый активно путешествует по свету. В его копилке поездки в Японию и Ирландию. А недавно научная группа выиграла грант, с помощью которого они смогут пройти стажировку в Центре рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева в Москве. Михаил Ермоленко, События. В одном из старейших вузов региона открылась ветеринарная клиника. Она полностью соответствует новым образовательным стандартам. Для быстрого лечения животных в медучреждении на базе Самарского аграрного университета есть все необходимое. С первыми четвероногими пациентами познакомилась мэри Елчан. Восьмимесячная кошка Изабелла – первый пациент новой ветеринарной клиники Самарского государственного аграрного университета. Ласковые руки ветеринаров успокаивают питомца, которая уже не сопротивляется врачебным манипуляциям. У Изабеллы непростая судьба. Предыдущие хозяева отказались быть в ответе за ту, которую приручили. Обращение было по поводу стерилизации. В общем-то, у этой кошечки, я считаю, что сложная судьба, потому что нашли мы ее буквально на мусорке. В общем-то, с ее также братьями и сестрами. Всех животных мы успешно, в общем-то, пристроили, раздали по хозяям. К открытию клиники шли три года. Новое медучреждение оснащено по последнему слову техники. Здесь есть, собственно, лаборатория, цифровой рентген и аппарат УЗИ. Все это позволит врачам проводить лечение на уровне современных достижений ветеринарии. Клиника претендует на звание лидеров регионального рынка в сфере оказания врачебной помощи животным. Направление практического подготовки сегодня всех студентов направлено на более детальное изучение и демонстрацию натуральных образцов ведения операций, изучение заболеваний, изучение каких-то патологий и всего того, что с животным может происходить. Теперь студенты факультета биотехнологии и ветеринарной медицины на практике смогут проводить операции и заниматься образовательными разработками в рамках национального проекта «Наука». Уже частичное понимание есть, посменный график будет. Опять же таки будут привлекаться студенты, чтобы как бы именно практическую работу переводить именно в учебный процесс, как-то вливать все это. Пока медучреждение оказывает только платные услуги, со временем будут помогать и животным, которые больны и остались без хозяев. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События. Крылья Советов определились соперниками, которые помогут команде подготовиться к весенней части первенства России. Самарская дзюдоистка завоевала золото на всероссийских соревнованиях, а совсем юные дзюдоисты получили урок от призера Олимпийских игр. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов проведут третий тренировочный сбор в Турции с 11 по 20 февраля. В рамках заключительного этапа подготовки ко второй части сезона «Крылья» проведут четыре матча. Соперниками станут «Казахстанский шахтер», «Боснийский», «Борац» и «Велеш». Завершат игровую программу сбора «Крылья» матчем с «Рубином» 16 февраля. Первый официальный матч после перерыва «Самарцы» проведут 22 февраля против «Химок» в 1-8 Кубка России по футболу. В Красноярске прошли всероссийские соревнования под «Зюдо» среди юношей и девушек до 18 лет в памяти Геннадия Михеева. В 2021 году этот традиционный турнир приобрел особый статус. По его итогам проведен отбор в список кандидатов в состав сборной России до 18 лет. В категории 40 килограммов у девушек «Самару» представляла Полина Яковенко. В финале она победила Софью Белаш из Башкирии, удержанием и стала чемпионкой. Впереди у Полины этапы Кубков Европы и первенства континента до 18 лет. А вот у других дзюдоистов победы еще впереди. В «Самаре» прошел мастер-класс для юных спортсменов от бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне Ивана Нефонтова. Заслуженный мастер спорта России обучал ребят некоторым хитрым приемом. Встреча состоялась перед стартом новой юношеской лиги. Подробнее в следующем сюжете. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, чемпион мира и Европы Иван Нефонтов показывает один из приемов, благодаря которому он и завоевывал свои титулы. Все детали и фишки неожиданного для соперника броска смогли увидеть участники нового поволжского дивизиона детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи». Сам мастер спорта рассказывает, что такие уроки с детьми ему всегда в радость. Философия дзюдо нас учит именно делиться опытом. И один из направлений детской лиги дзюдо «Триумф Энерджи» это объединить наших выдающихся спортсменов, и чтобы они передавали опыт. Это одна из изюминок. Особенностью детской лиги являются не только встречи с чемпионами. Отличается и сам формат соревнований. Это командные мини-турниры, где дзюдоисты проведут определенное количество схваток за один этап, вне зависимости от результатов. Это поможет юным спортсменам набрать бесценный опыт состязаний. В поволжском дивизионе борются 10 команд юношей до 15 лет. Впереди у ребят несколько этапов круговой системы и раунд плей-офф, по результатам которого определятся участники финала, который пройдет в Крыму. На этом все. Больших побед вам. Удачи! Рада вам сообщить, что официальная страница телеканала Самара Гиз ВКонтакте перешагнула новый рубеж. Количество подписчиков достигло 17 тысяч человек. Мы работаем максимально оперативно, чтобы наши зрители узнавали о важном первыми, стараемся делать контент разнообразным и всегда используем новые возможности соцсетей. Ежемесячно наши публикации ВКонтакте читают более 86 тысяч человек. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара Гиз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!